Добрый день, дорогие друзья! Мне очень приятно видеть такой живой интерес у нашей новосибирской прессы, и, наверное, не только новосибирской. Как мы построим нашу работу? Наверное, я немножко вам расскажу о тех итогах, которые у нас были получены в прошедшем году, о тех результатах некоторых. Потом немножко поделюсь с вами нашими планами. А потом, наверное, вы зададите несколько вопросов. Устраивает такой формат работы? Устраивает, да? Ну что ж, тогда немножко поговорим об итогах. Ну, я хотел бы начать с того, чтобы сказать несколько слов о том, почему археология сегодня так важна нашему вообще сообществу. Я думаю, в этой аудитории мне не нужно говорить лишних слов о том, какое значение для всех нас является изучение исторического прошлого. Историю он, историк пишет по материалам архивов, письменных источников. Но как быть в том случае, если нет ни архивов, нет ни письменных источников? Тогда на помощь нам приходит археология. Ну, а если мы возьмем нашу Сибирь, в частности, Западную Сибирь и нашу с вами Новосибирскую область, то письменные источники здесь появляются очень поздно, с приходом русских переселенцев. А до этого, если учесть, что по последним данным человек здесь появился около 800 тысяч лет тому назад, вот фактически до прихода русских история бесписьменная. Ну, я не считаю там первый тюркский каганат, это 7 век нашей эры, когда в Сибири появляется руническое письмо, но это небольшой эпизод, и это, как правило, только некие эпитафии, которые до нас с вами доходят, по которым реконструировать историческое прошлое просто невозможно. Поэтому все цивилизованные и не очень цивилизованные страны тратят на это деньги, на проведение экспедиций, на проведение раскопок, чтобы получить материалы для вот таких реконструкций. Но я думаю, вам, мне, наверное, излишне будет говорить, что последние, скажем, 20-30 лет археологи совершили просто ряд блестящих открытий. Одно из последних, все вы, конечно, знаете, это открытие группы академика-деревянка Анатолия Пантелеевича, нашего директора, на Алтае, где был найден новый подвид человека, который коренным образом изменил наше представление о развитии человека вообще на нашей планете. И вместе с генетиками из германского института имени Макса Планка, вместе с профессором Паабе, вот серия статей, которые опубликованы за последнее время в самых рейтинговых научных журналах мира об этом открытии, и Nature, и Science. И в конечном итоге Анатолий Пантелеевич получил за это открытие в прошлом году государственную премию. Есть у нас и неплохие результаты, и по другим направлениям изучения археологии, более поздних периодов. Мы активно работаем на очень широкой территории отряды нашего института. Уже работают у нас и сейчас две экспедиции, одна в Черногории, руководит ее академик Деревянка. И мы приступили к очень широким новостроечным работам в районе Красноярска, где планируется строить мост через Енисей. И мост этот попадает на одну из древнейших стоянок, это тоже древнекаменного века, Афонтова гора. Один из старейших памятников Сибири. Начало его исследований приходится еще на конец XIX века. Вообще по планам на этот год планируется, как и всегда, более 30 археологических отрядов, археологических и этнографических, которые будут работать в самых разных уголках Сибири, от, можно сказать, северного полярного круга, у нас один из отрядов работает на Пской Губе, до степей Монголии, это с севера на юг. И вот я вам уже говорил, на западе это Черногория, Дагестан и на Востоте, Дальний Восток и Вьетнам. Вот, а если говорить о нашей области, Новосибирской, то и здесь каждый год нас радует замечательными результатами. Вот немножко в своей презентации я коснусь итогов прошлого года и расскажу вам об этих работах. Основная дислокация наших работ, последние, скажем, пятилетия, это районный центр Венгерова в Новосибирской области, это центральная часть Барабинской лесостепи. Ну, могу сказать, что эта территория и Бараба в частности во все времена привлекала к себе человека, поскольку это такой благодатный край, очень богатый и в то время, да и сейчас, и рыбными массами, и запасами дичи. Это районы, которые пригодны для ведения скотоводства, причем разных форм скотоводческого хозяйства. И когда сюда в конце XIX века попала экспедиция замечательного географа и ботаника Миттендорфа, то он в своей книге Бараба отмечал, что это действительно удивительный край, который во все периоды и в засухе, и проблемы, когда бывают половоди, но этот край всегда дает устойчивый, неповторимый травостой для содержания животных. И поэтому и сегодня развитие скотоводства в этих районах, я всегда говорю во все времена, и в советские, и в постсоветские, говорил руководители районов и области, что чрезвычайно перспективная зона возделывания, культивирования именно скотоводческой экономики. Поскольку скотоводство, разные виды скотоводческого хозяйства исторически давали здесь очень высокий продукт, который позволял очень неплохо существовать здесь различным популяциям в разные периоды исторические. Ну и через этот коридор лесостемной проходили в разные периоды исторические миграции людей из востока на запад, из запада на восток, из севера на юг. И все эти люди оставляли здесь свои памятники в виде поселений, в виде модильников. Вот мы сейчас их, в общем, и изучаем. У нас существовала система грантовой поддержки, когда в отделении проводились конкурсы с трехлетним циклом, где по своим научным интересам объединялись ученые самых разных направлений знаний. Ну вот, казалось бы, совершенно неожиданная такая, такой альянс, как археология и палеогенетика, да? Ну вот, тем не менее, мы уже более десяти лет работаем в этом направлении с нашими коллегами из Института цитологии и генетики, и в результате получаем очень интересные, совершенно оригинальные научные результаты совершенно мирового класса. Я нисколько не преувеличиваю значимости этих открытий. Вот последняя работа, вот она только-только вышла. Вот эта книжка как раз плод работы в области археологии и палеогенетики по эпохе бронзы на территории Барабинской лесостепи. Здесь получены совершенно уникальные результаты, которые позволяют совершенно научно, доказательно говорить о этногенезе популяции, которые жили в эпоху бронзы, а это четвертое, второе тысячелетие до нашей эры. Вот как это было давно. И вот в этой книжке эти результаты вошли. Я думаю, что она будет востребована не только российским сообществом, но и мировым в том числе. Ну а теперь маленькое путешествие, которое мы с вами сейчас совершим в 2013 год. Значит, могу сказать, что сегодня наши работы сопровождаются геофизическим мониторингом. Для чего это делается? Для того, чтобы, ну, во-первых, более целенаправленно нам работать, во-вторых, это позволяет экономить средства, и, в-третьих, вот, видите, перед раскопками мы получаем вот такую шпаргалку. Вот это вот геофизическая карта, где раскопок еще не проведено, а вот здесь, на этом памятнике, черненькие вот эти вот точечки, это то, что оказались подребальными комплексами, и вот здесь, в этой части, раскопки уже проведены. Это очень интересный памятник, называется он Тартас-1. Это могильник в районе Венгерова, в чем грунтовый могильник. Там не сохранилось ни курганов, ни насыпи, никаких конструкций, поскольку это место долгое время распахивалось. И в результате на сегодняшний день у нас изучено уже погребальных комплексов различных эпох, от ранней поры Бронзового века до позднего Средневековья. То есть здесь, на этом месте, хоронили люди в самые разные эпохи. Почему их оно привлекало? Ну, может быть, в силу того, что это вот мыс такой, вдающийся в пойму реки Тартас. Может быть, были другие какие-то причины. Но, во всяком случае, вот вы видите, эта часть исследована, но примерно столько же нам еще и предстоит изучить. Вот так выглядит этот памятник. Казалось бы, ровная площадка. Это эти канавы от бывшей дороги, которая здесь проходила ранее. И вот здесь, видите, студенты нашего университета ведут на археологической практике скобки погребальных комплексов. Вот эти ямки – это погребения древние, которые и археологи изучают. Ну и что мы там находим? Вот некоторые вещи из модильника Тартас-1. Вы здесь видите. Вот в данном случае погребение 520 эпохи бронзы. Видите, оно совершено по особому погребальному обряду. Ребенок лежит на боку, в скорченном положении. Рядом с ним стоит сосуд. Вот как раз вот эти сосуды и относятся к так называемой андроновской, федоровской культуре, которая в то время бытовала на этой территории. Если вы внимательно посмотрите, этот сосуд очень красиво орнаментирован диаметрическим узором. И замечательно то, что носители этой культуры занимали в начале второго тысячелетия до нашей эры огромные территории. От центрального Казахстана до Енисея, это были мигранты, которые прошли в территории центрального современного Казахстана до Енисея, с запада на восток, а на юг они доходили до Индии. То есть огромную территорию Азии это население охватывало. Это были европеоиды, вот, очень красивые люди, я думаю, похожи на современных цыган. Вот, оставили очень богатую культуру, носители очень богатой своеобразной культуры. И вот этим людям удалось, можно сказать, ассимилировать и где-то, наверное, покорить огромные пространства, населявшие различным населением различных этнических групп. Поскольку это европеоиды, скорее всего, как полагают отдельные ученые, это были люди, которые говорили на иранской группе языков. А прошлись они по нашей территории, где жили, наверное, предки современных угров, предки современных самодейцев. И в результате вот этой миграции происходили сложные процессы слияния абориденов с пришельцами. И об этом, вот, все, о чем я вам рассказываю, об этом можно получить информацию, изучая эти памятники. И вот, в частности, потом, производя различные исследования антропологические, генетические, которые нам дают возможность достаточно обоснованно строить вот такие гипотезы и их доказывать. Ну, вот еще одно из захоронений, типичное для данной культуры. Дело в том, что у них было принято не только хоронить умершего, но еще его и сжигать, кремировать. Поэтому, когда мы встречаем захоронение вот с такой керамикой, где имеет место сожжение, можно говорить совершенно обоснованно о том, в какой культуре относится, относилось это население. Ну, вот еще одно из таких захоронений, где мы видим коллективное погребение, где похоронен мужчина, женщина и ребенок. Может быть, это семья, но чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, опять-таки, проведение генетических исследований. Ну, вот еще одно из захоронений этой же культуры, когда мы наблюдаем не только саму могилу, но и такие рвы, которыми эта могила была окружена. То есть погребальный обряд был достаточно сложным. Вот еще одна картинка, где то же самое мы видим могилу, окруженную вот такими вот ровиками. Ну и, наконец, некоторые предметы. Вот часть представлены здесь. Часть вы можете увидеть вот здесь. Ну, например, костяные наконечники стрел, которые были положены, видимо, в могилу в специальном холчане. Вот очень нехарактерное для этого времени орудие каменное. По-моему, Марина его принесла. Да, вон она лежит. Которое для этой культуры вообще-то не очень характерное, но, тем не менее, мы обнаружили это изделие в могиле. Или вот, допустим, замечательная совершенно находка. Это бронзовый наконечник стрелы. Причем очень своеобразной формы. Аналоги ему мы знаем только на Западе, на территории Европы в культурах. На Востоке встречается впервые. Ну, интересно, что... Ну, как интересно? Трагедия, конечно. Похороненный человек был убит этим наконечником. Обнаружена в разбитом черепе. Вот прямо эта стрела застряла. То есть вот такую трагедию можно наблюдать и как бы и сегодня, изучая этот комплекс. Вот. Еще любопытная вещь, что на этой территории мы, кроме могильника, нашли еще и несколько ритуальных, культовых комплексов, святилищ, где производили, ну, своего рода, видимо, мистерии, молебны, может быть, приношения духам. И вот одно из таких комплексов. Вот. Интересно, что у них было помещение вот таких бронзовых наконечников копий. Вот видите, своеобразная очень форма наконечника копья, которые помещались... и тельтов, которые помещались вот в эти святилища. Там же помещались предметы бронзолитейного производства. Вот, например, льячка для разливки металла. Эта эпоха уже несколько более поздняя, чем андроновская культура. Это период поздней бронзы, конец второго тысячелетия до нашей эры. Там тоже происходили различные, очень интересные этнокультурные события. Ну, об этом можно рассказывать очень и очень долго. Я просто вам акцентирую внимание на том, что нам удалось обнаружить. Еще на одном памятнике мы ведем раскопки очень интересном, перспективном. Здесь мы работаем с нашими германскими коллегами из института, германского археологического института Берлин, старейший археологический институт вообще в мире, очень известный. И вот у нас совместные работы на могильнике Яшкина, это тоже недалеко от Венберова, где в прошлом году мы раскопали один из курганов. Два кургана у нас еще впереди. И вот на заднем плане, можете посмотреть, вот за девушкой видна такая огромная насыпь. Вот на будущий год, в этом году, пока мы еще не имеем возможности здесь работать, а на будущий год мы планируем вместе с нашими германскими коллегами провести раскопки этих больших курганов. Ну, а в этом году мы вручную, вернее, в 13-м году мы раскопали такой комплекс вручную. Могила была окружена вот таким рвом. Это период раннего железного века, так называемое Скифское время. Памятники тоже были у нас в Боробье в том числе. Но здесь нам, прямо скажу, повезло не очень, потому что, к сожалению, центральная могила была почти полностью разграблена. Вот видите, что до нас дошло, только развал костяка, видимо, ценные вещи, может быть, из драгоценных металлов, они были грабителями древними унесены. Вот еще один очень интересный комплекс, и мы будем работать на нем в этом году. Это уже поселение. Поселение кротовской культуры эпохи развитой бронзы. Это вторая половина, третьего тысячелетия до нашей эры. Здесь мы тоже начали с диафизических исследований. Благодаря нашим коллегам из Института нефтегазовой геологии и диафизики Сибирского отделения. Вот такую мы картинку получили. То есть здесь видно было, видите, следы жилища, очаг. Ну и вот как оно уже выглядит после того, как мы провели здесь раскопки. Вот некоторые моменты этих раскопок. Это вот темное пятно, это как раз заполнение жилища. Очень большое жилище, более 100 квадратных метров площади. И довольно много находок всевозможных найдено. Удалось выяснить и архитектуру, поскольку сохранились деревянные столбы. Это бывает очень редко для такой древности. Ну и вот интересная очень деталь, когда вдоль стенок жилища были разбитые сосуды, оставленные этой культуры. Вот момент рабочий, ведется расчистка этих комплексов, а потом все это заносится на план, привозится уже в институт, и над этим материалом мы здесь уже работаем. Но неожиданно совершенно в этом месте нам, можно сказать, фантастически повезло, поскольку мы наткнулись совершенно случайно, могу вам сказать это откровенно, на очень ранний неолитический могильник. Это древнекаменный век. По данным, по датам, которые получены по Ц-14, это 8 тысяч лет от наших денег. Люди знали только камень, металл они еще не знали, металлических орудий не знали. И замечательно, что здесь мы обнаружили совершенно оригинальный способ совершения захоронений. Вот видите, вот здесь вот эта центральная могила, она окружена таким рвом прерывистым, и в этой могиле хоронили несколько особей. Вот в первом случае было 9 человек, а во втором случае вообще 19. Вот захоронение 13-го года было найдено, 19 человек, которые как вот слоеный пирог лежали в этом захоронении. Ну вот некоторые из них, вот, например, центральная захоронена женщина, пожилая, которая вообще полусидя была помещена в эту могилу. В руке, видите, ее рука была зажата каменная пластина, огромная, больших размеров. И в прошлом году нам удалось найти второй такой комплекс. Видите, вот здесь ведут работы. Нашли мы его уже осенью, в сентябре мы его уже копали, когда было довольно прохладно. Сотрудники, видите, сидят, работают, ну, во-первых, они все в перчатках и в повязках, чтобы особо не повредить для последующего изучения ДНК у этих людей. Ну и совершенно неожиданные такие находки, совершенно замечательные. Вот я вам кое-что мы принесли сюда с Мариной. Вот, например, навершие костяного тинжала, увенчанное вот такой птичкой. Самое поразительное, что точный аналог подобного костяного тинжала обнаружен в Прибалтике, в Лубанской равнине, тоже в эпоху неолитов. То есть, о чем это говорит? Либо о связях, которые существовали в то время, у населения вот этой таежной циркумполярной зоны Сибири и Европы, поскольку и антропологическая составляющая населения достаточно схожа. И как нам сейчас говорят и генетики, и генетическая тоже. Вот. То есть, существовала такая огромная общность, которая заселяла север западносибирской равнины, включая и Европу, Европу, восточную Европу, где жило очень близкое население. Ну и в этом же модильнике и вот и каменное орудие, которое вы можете посмотреть. Ну вот, загадочная вещь совершенно. Не знаем, что это такое. Под черепом ребенка лежала вот эта каменная пластина. Она прошлифована со всех сторон. на ней явно терли охру, но если посмотреть по периметру, эта пластина украшена дополнительными такими вот насечками. Что это такое? Древний календарь или какая-то другая, какой-то другой предмет. Функциональное его значение пока нам непонятно. Вещь совершенно замечательная и аналогов мы пока не знаем. ну и вот некоторые другие предметы. Вот это например вещь тоже самое. Был сделан специальный тайник рядом с могилой, где мы обнаружили несколько предметов расщепленные кости дикой лошади, что тоже чрезвычайно интересно в плане изучения проблемы доместикации этого животного в Западной Сибири. Ну и вот совершенно тоже непонятная вещь. Выполнена она из рога лося. Значит есть на ней следы охры, следы шлифовки. Как будто сделаны здесь два паза для привязывания. Может быть это оружие того времени, то есть помещали на какой-то деревянной основе и использовали в качестве оружия. или это другой какой-то предмет. Но сказать пока сложно. Ну вот видите такое замечательное изделие, возраст которому страшно подумать, да, 8000 лет. Было обнаружено здесь на этом модельнике. К сожалению вся проблема в том, что на этом памятнике для погребальных комплексов почему-то не работает диафизика. Она не фиксирует эти комплексы. Поэтому вот два таких погребально-ритуальных комплексы мы нашли исследование и исследовали, но все мы надеемся на то, что может быть есть еще. И вот в этом году мы займемся поиском возможных еще таких комплексов, потому что материал, как вы понимаете, во всех отношениях совершенно уникальный. И с точки зрения изучения материальной, духовной культуры, культуры Денеза, и с точки зрения изучения этно-Денеза, этнической истории, принадлежности этих людей, ценность этого материала, научная ценность, да и художественная порой, просто ну невероятная. Вот. И в этом году мы работы там продолжим. Ну и наконец, в прошлом же году еще один комплекс мы изучили тоже эпохи ранней бронзы, это примерно середина третьего тысячелетия до нашей эры. Вот вы видите, так мы работаем на поселении, вскрытие ведется очень широких площадей, вот, но здесь тоже любопытная вещь была обнаружена для этой культуры. Вот очаг вы видите, в котором был сооружен такой экран из фрагментов керамики. Очаг, видимо, был многофункционален и использовался для бронзолитейного производства. впервые для этой культуры мы обнаружили и следы этого производства, и остатки сопел, и остатки даже бронзы были найдены, киглей, льячик. Вот все это свидетельствует о том, что это население уже знало и использовало бронзу и умело в наших районах, где залежей этого металла нет, но тем не менее, видимо, руду завозили с юга и получали здесь свой металл. Ну, вот так вот выглядит бараба. Значит, вот уже в поле нас приглашают. Скоро поедем. Значит, вот такие некоторые результаты были только нашим отрядом получены за три с половиной месяца работ. в районе села Вендерова. Ну, и в этом году мы планируем уже эти работы здесь. Деньги мы уже заработали, гранты мы уже получили. То есть, студенты и сотрудники тоже готовы к работе. Я думаю, что в конце мая будем уже поедем на раскопку. Поэтому, пользуясь случаем, если будет у кого-то желание летом, здесь не так далеко, 600 километров всего, дорога хорошая, можно приехать на денек, поснимать уже с места события и дать хороший репортаж. Лучше, конечно, ну, где-нибудь в июле, в августе, когда у нас уже появятся результаты конкретные и можно будет что-то вам показать и рассказать уже на месте. Вот очень кратко о итогах работ, о перспективах наших. Ну, а теперь ваши вопросы, пожалуйста. Какие хотите, такие задавайте. Я знаю, что многие будут провокационные вопросы задавать, он как мать, наверное, что будет с Академией наук, Нет? Я в точнее еще вопрос хочу задать. Скажите, вот эти места вы только будете еще искать. Сейчас все по-субботе, да, имеем, вот это метод накопается, где и будет еще искать памятники, да? Ну, видите, когда мы не имеем возможности использовать диафизические методы, то приходится обходиться ну, как бы дедовским способом. Что для этого делается? Для этого, ну, во-первых, мы как-то пытаемся поставить себя на их место, и предположить, что где могло быть. И, ну, все-таки есть уже какой-то опыт, да не какой-то, а большой, там уже я уже в школе давно работаю, вот, чтобы заложить систему шурфов, траншей, направленных на поиск этих объектов. Иногда получается, иногда не очень, бывает, что и впустую. Конструкцию мы нашли именно таким способом, закладывая целенаправленно траншеи и в результате вышли на второй комплекс. Трудностей не возникает, если эта земля уже кому-то не лежит, и кто-то на них скажет? Ну, к счастью, в данном случае нет. Во-первых, потому что мы имеем, ну, во-первых, потому что земля государственная, к счастью, во-вторых, потому что этот памятник, на котором мы ведем работы, он всероссийского значения, он стоит на охране, и, собственно, мы можем запрещать кому-то там вести какие-то работы, а не нам. Ну, а вообще у нас очень теплые, хорошие отношения с руководством района Венгеровского, вот, пользуясь случаем, если это на область пойдет, передачи, я привет передаю, потому что и мы любим венгеровцев, и они надеются нас тоже, во всяком случае, мы работаем, всегда ощущаем и помощь, и поддержка. Пришкольники у нас последние годы вообще работают в нашей экспедиции, я считаю, это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, подробнее об экспедиции в Черногории. В Черногорию? Ну, в Черногории работает отряд вот уже, наверное, на протяжении более десяти лет под руководством академика деревянка Анатолия Пантелеевича. Они изучают там вот тоже период палеолита, работают в пещерах. В результате вот этих работ было открыто, вместе с черногорскими коллегами, было открыто несколько таких пещер, обитаемых человеком в эпоху палеолита, которые сегодня и они изучают и раскапывают. Ну, поскольку климат в Черногории помягче, чем у нас в Сибири, они уезжают туда в начале апреля, там уже можно работать вполне. В Черногории уже получены очень интересные результаты, они уже введены в научный оборот достаточно широко. Это проблемы, связанные с периодом верхнего палеолита приблизительно 20-15 тысяч лет до нашей эры. Вот такие комплексы они исследуют. В Черногории работы тоже мультидисциплинарные, в частности, там работают представители Московского государственного университета вместе с нашими археологами, палеозоологи, палеобиологи. Иначе сейчас изучать такие стоянки просто нельзя. Это уже будет краеведение, а не наука. Ну, то есть очень кратко. А вообще Анатолий Пантелеич вернется, он, я думаю, наверное, полмесяца будет здесь, можно будет с вами вам встретиться с ним и поговорить. Очень интересные результаты. А можете кратко об этих работах? Кратко об этих работах? А об этих результатах сказали, что они очень отрионки. Ну, я вам могу сказать вот в двух-трех словах, что до работ наших археологов в Черногории фактически древнекаментный период на этой территории, хотя это и Адриатика, и, казалось бы, место, которое археологами изучается очень давно, но именно этот период, эпоха палеолита, практически изучена не была. Все эти памятники открыли наши коллеги и, собственно говоря, и раскопки, и ведутся на наши средства российские. Ну, я повторяю, с хорошим участием наших черногорских коллег. А результаты? Ну, результаты это артефакты каменные, во-первых, это стратеграфические сами эти пещеры, почему они ценны, потому что получается картина динамики историко-культурных процессов, и когда это в одном месте, ну, уже мы получаем некую канву, на которую потом можно нанизывать другие культуры, образования и так далее. Поэтому изучение стратеграфических памятников, как вот Черногории или у нас на Алтае, оно очень важно и всегда привлекает как бы научное сообщество. Ну, если очень кратко. Вы сказали, что за этом году уже получены все гранты, средства выделены, а можно узнать, что средства предусмотрены по любой сезону? Ну, вы знаете, у всех, конечно, по-разному. Более молодые коллеги, наверное, средств имеют поменьше. Я, как уже совсем старый, наверное, побольше. Ну, вот, наш отряд работает порядка четырех месяцев, коллектив порядка пятидесяти человек, значит, это, наверное, человек десять сотрудников института, остальные студенты, лаборанты, школьники, которых мы нанимаем на работу или кто у нас проходит археологическую практику. Ну, и в общей сложности бюджет этой экспедиции укладывается что-то в около двух миллионов рублей, конечно. Экспедиция венграя? Ну, называется западно-сибирский отряд, он так называется. Вот. Ну, это, конечно, не очень типично. Это большая сумма. Обычно пиши, конечно. Пришла главная вопрос. А во Вьетнам как вы едете? Там, где будет страшно? Во Вьетнаме это тоже наши палеолитчики работают. Это опять-таки группа Анатолия Пантелеевича. Работают они там в ноябре и в декабре, когда у нас уже сезон закончен, а во Вьетнаме, как вы понимаете, работать можно вполне. Вот уже тоже на протяжении, наверное, пяти полевых сезонов работают во Вьетнаме вместе с вьетнамскими коллегами. Это тоже изучение проблем древнейшей истории человечества. Проблем освоения и районов Юго-Восточной Азии, а вы знаете, что в этом районе были в свое время еще дебуа в 19 веке найдены кости прото-человека пятикантропа. Это Ява, Суматра, вот эти районы. И поэтому, когда придаст возможность работать во Вьетнаме, был заключен такой договор. И сегодня наши археологи активно там работают. Это тоже была открыта серия пещер, тоже самая работа на палеолитических памятниках. Вот вьетнамские пещеры замечательны тем, что там очень хорошо сохраняется органика и довольно много останков человека находят при раскопках эпохи даже палеолита. Но проблема в том, что генетические исследования пока проводить очень сложно, влажная очень кость и ДНК ископаемое как бы вымывается. Поэтому в этом пока есть проблема, но костного материала очень много, что очень хорошо, потому что это и почва для работы и антропологов, ну и генетикам, конечно. А можно еще поменять этим летом какие-нибудь крупные археологические и какие-нибудь территории будут изучаться, которые раньше не отличались или нет, как-то ничего. Ну, вы знаете, разведки сейчас мы ведем вообще как бы постоянно, они сопутствуют всегда раскопкам, но разведками интенсивно у нас в институте занимается специальный отдел, который связан с новостроечными работами нашими. Вот это не только аварийные работы сейчас я назвал Афонтову гору, но заказы сейчас к нам поступают из Сибири. Это и нефтепроводы, и газопроводы, и строительство дорог, потому что по законодательству Российской Федерации любое строительство ему должно предшествовать обязательно археологический мониторинг, то есть выявление памятников это разведки, а потом раскопки, если строительство может их нарушить. Вот вы, наверное, знаете, в курсе, в прошлом году отряд наш работал даже в черте Новосибирска, потому что жил массив, строящийся на Ине, они наткнулись на стоянку, и мы были привлечены для проведения там оперативных работ. Это своего рода скорая помощь. Ну вот, скажем, в ряде стран мира существует особая, она так и называется, археологическая служба. Это типа скорой помощи, которая работает только на этих объектах. В Японии, в Германии, в Штатах, везде. У нас пока такой службы не, к сожалению. Поэтому мы должны обходиться с возможностями университетов, академических институтов, музеев. Но такая работа, она, конечно, необходима, чтобы просто спасать то, что может быть разрушено. Два вопроса от газеты для ВИГАТА. На территории Академгородка и Советского района есть какие-то, случаются какие-то находки? Особенно это в связи с тем, что коттеджные поселки, и строительные. И второй вопрос. Вот музей под открытым небом, экспонаты находки, ваши находки из экспедиции пополняют экспозицию в музее или нет? Спасибо, очень хорошее. Ну, во-первых, значит, по поводу памятников в Академгородке. Значит, есть такая книжка, она называется «Археологические памятники Новосибирска». Эта книжка вышла, ну, довольно давно, может, лет пятнадцать назад, что ли. Ну, в библиотеке это есть точно. И вот там, что касается Академгородка. Действительно, серия поселений известна, я могу даже вам сказать, где. Это, вот когда подъезжаете Ельцовка, да? Ельцовка. Вот левый берег реки Ельцовка, но это зона уже Академгородка, Каби, вот по этой террасе несколько поселений обнаружено начало первого тысячелетия нашей эры, средневековья. Там несколько пионерских ладерей, вот прямо на территории этих поселений. Вот, вот что говорить о Академгородке. То есть, вот это памятники, они есть, они, как говорится, живые, вот, и, в принципе, можно на них проводить раскопки при желании. В других районах коттеджный поселок, ну, видите, все-таки археологические памятники, они, как правило, сопутствуют водоемам. Они привязаны к водоемам, особенно к поселениям. Вот, насколько мне известно, коттеджный поселок в зоне, где там естественных водоемов нету, там будут искусственные какие-то делать, вот, и вряд ли там могут быть объекты, но, по крайней мере, нас для какого-то мониторинга, для разведок не привлекали. Вот, а что касается музея под открытым небом, да, ну, во-первых, мы в последние годы получили все-таки финансовую возможность пополнять этот музей архитектурой, вот сейчас ведется работа над строительством русской усадьбы, она очень давно ведется, и экспонаты-то у нас были уже собраны и перевезены, но все время не хватало средств, вот, после развала страны мы на этот музей не получали вообще ни копейки, никто его не поддерживал, и мы его сохраняли только за счет сибирского отделения и за счет института, своих средств, вот. Ну, вот сейчас какие-то средства появляются, и центр по охране культурного наследия города Новосибирска нам помогают, в частности, вот, они дают деньги на реставрации Спаса-Зашиверской церкви и Казымского острога, ну, а пополняются также и каменными изваяниями. Порой приходится каменные изваяния доставать, что называется, из-под гусениц тракторов, потому что порой неизвестно людям, что это такое, возделают какие-то участки, их выкапывают, выбрасывают и так далее. Вот, таких изваяний у нас в музее более ста сегодня, самых разных эпох, от бронзы до позднего средневековья, и практически каждый год пополнение ведется. А вот из новых экспонатов, я думаю, в этом году мы обязательно сделаем аналог Пазарыкского захоронения, вот то, что было сделано на Укоте, мы сделаем такой выставочный комплекс, у нас уже шатер там этот стоит, значит, оборудуем погребальную эту камеру, сделаем там выставку экспонатов, вот, где натуральные вещи, где там улежит. Я думаю, для посетителей, а их летом бывает очень много, особенно для ребятишек это будет очень интересно, что в этом году мы планируем такой комплекс на музее сделать. Пазарыкский это подробляет, там маски вот эти будут, вот эти? Ну, там мы положим аналог мумии, колода у нас есть настоящая, которую можно положить, с рук у нас есть настоящий, предметы, которые мы там нашли, тоже есть настоящие, то есть часть будет настоящих, часть какие-то ему лежит, вот, что особо ценное, скажем, нельзя в таких условиях показывать. Ну, и все, самое главное, я думаю, будет привлекать сама погребальная конструкция, потому что одно дело в книжке это посмотреть или в кино, а другое дело посмотреть, что называется, вживую. Все? Ну, спасибо вам, друзья, за внимание и вопросы. Спасибо, Жанноч, спасибо.